Я знаю, что страны Балтии как-то традиционно занимают особое место в вашей творческой биографии. Собственно, первый концерт с оркестром был в Вильнюсской филармонии. Вообще, это, наверное, очень важно, где ты начинаешь, кто был рядом. И, в общем, с каким чувством вы приезжаете каждый раз в Ригу, что этот город значит для вас? Я начинала свою карьеру, если можно так выразиться, действительно в странах Балтии. Для меня это связано и с теми какими-то переживаниями, которые я испытывала, выходя на сцену. И, разумеется, с чисто человеческими впечатлениями, поскольку, наверное, не секрет, хотя, может быть, молодежь этого уже не помнит, но Латвия, Эстония и Литва – это для советского человека, была абсолютно другая реальность, абсолютная заграница, совершенно необыкновенная красота. То есть это была Европа прямо в прямом ее изводе. И мы приезжали сюда просто напитаться красотой, получить огромное количество впечатлений. И я помню, что в моем детстве это было, наверное, одно из основных вообще каких-то эмоциональных впечатлений, которые меня питали и общение с людьми, и красота вокруг, и еда. Да, и потому что все всегда было как-то здесь совершенно иначе, даже в смысле еды. На фоне какой-то советской убогости здесь как-то ты чувствовал себя человеком, несмотря на то, что я была маленькая совсем, я помню, что здесь было какое-то совершенно вырождалось другое самоощущение. И первый раз уже после того, как я ушла от отца и приехала на гастроли куда-то, это тоже была Рига. Мы приехали с классом Марине Аминны Вольф. Это был первый год или первый или второй год, когда я только-только начинала с ней заниматься. И я думаю, что вот это вот, даже года еще не прошло, как мы с ней занимались. И мы выехали с классом в Ригу, играли концерт всем классом в Вагнеровском зале. И это было тоже мое первое публичное выступление после того, как я ушла из дома. То есть у меня, видите, с Ригой... Много всего связано. Очень много, да. Много всего связано.